Отклойте дверь, вы не имеете плава так поступать со мной. Как раз таки имею, теперь я хозяйка в этом доме. Папа главный, а пока его нет, то хозяйка я. Не смеши меня, малявка, какая из тебя хозяйка? Ты шнурки завязывать даже не умеешь, уже молчу про готовку еды и другие домашние дела. Всё я умею, даже плиту включать и пельмени варить. Меня папа научил, когда мы в глаза зыли. Раз такая самостоятельная, то будешь сама себе готовить и сама себя обслуживать. Отклойте! Нет, подыши часика-два свежим воздухом. Подумай над своим поведением, а потом жду извинений за сумочку, ты могла её повредить. Это же просто вещь! Эта вещь ценнее тебя. Беси могут быть ценными и приносить удовольствие, но они никогда не дадут самого главного. И чего же? Любви и поделки. Я лучше поплачусь в дорогую подушку за миллион токенов, чем в плечо самой ужасной девочки на свете. Ты поедешь завтра в пансионат и из тебя сделают человека. А пока погуляй во дворе. Мой телефон и остался в комнате. Я даже Давиду позвонить не могу. Надо придумать, как вернуть папе память, иначе Юлия избавится от меня. И я не смогу выступать. Я сбегу и позову на помощь. Извините, помогите мне, пожалуйста. Что случилось, девочка? Где твои родители? Меня выгнала злая мать их из дома. О, извини, мне не нужны твои проблемы. Помогите, пожалуйста, я не могу попасть домой. Опять попрошайка. Развелись как мухи. Я не попрошайка, я Ульяса, дочь известного музыканта. Ага, конечно. А я тогда президент Токобока. Если вы президент, то сможете мне помочь. Девочка, я пошути, отстань от меня. Никто не помогает. У всех свои проблемы. И не до меня. Алло, здравствуйте. Я хотела бы сделать быстрый ремонт в комнате сына. Приезжайте сейчас. Плачу в три раза больше. Комната Ульяши, теперь комната Эдварда. Она все равно завтра уедет. Пойду заберу его. Сынок, привет. Твоя мама пришла, встречай. Мамочка, я так рад тебя видеть. Скучал по мне? Да, я очень скучал. Мне так хочется жить с тобой. Собирай вещи. Ты теперь будешь жить в особняке. С тем дядей. Рэй пока в больнице. Но он бы очень хотел, чтобы ты жил с нами. Это правда? Конечно, правда. Теперь ты можешь называть его папой. Хорошо, но у меня не так много вещей. Первый папа все забрал. Почему он забрал твои вещи? Не знаю, но он сказал, что ему нужны деньги. Наверное, я продал. Все понятно. Ладно, я куплю тебе все самое лучшее. Не волнуйся. Папуля, что мы тут делаем? Собираемся заказать самую вкусную и полезную еду. Но мы же бедные. Девочки, вы можете меня поздравить. Я устроился на работу и получил зарплату вперед. Это значит, мы снова богаты и вернемся в особняк? Не сразу. Но обещаю все наладится. И мы купим хороший дом. Я бы не хотела жить в новом доме с Маришей. Эй, почему это? Потому что ты приемная. А мои подружки сказали, что приемная это отстой. Мариша, что на тебя нашло? Мариша твоя сестра и моя любимая доченька. Но это не так, па, она не родная. Мы же с рождения вместе. Я же не знала, что ты чужая. Па, я не хочу жить с чужой. Хватит задевать сестру, иначе я накажу тебя. Ты накажешь родную дочь, а чужую будешь защищать? Для меня Мариша как родная. Вот видишь, как родная. Но она никогда не будет родной. Только деньги на нее тратишь. А так бы мне доставалось больше. Я одинаково вас люблю. Вот ваша паста. Позвольте взять меню. Приятного аппетита. Что-то этого самого аппетита совсем нет. Я пойду поиграю в детской комнате. Наговорила на сестру и обидела ее. Ну и пусть идет. А лучше давай оставим ее здесь. Почему ты стала такой грубой? Потому что она предпочитает общаться с родной сестрой Ульяшей, а не со мной. Вы же можете дружить вместе. А я дружу с другими девочками, которые меня ценят и уважают. Как бы они тебя не использовали. А вот семья никогда не предаст. Возьмем пасту Мариши домой. Здравствуйте. Я пришла по записи. Мне надо проверить сахар. Посидите. Врач отошла на срочный вызов. Это займет не больше 30 минут. Хорошо. Тогда я успею перекусить в столовой. Рей, какими судьбами? Простите. Мы знакомы? Вам что, память отшибла? Это же я, миссис Бетти. А как вы узнали, что мне отшибла память? Походу, реально память отшибла. Здравствуйте. Я его сиделка. У него временные потери памяти. Мне жаль, что он не узнал вас. Как жалко. А что случилось? Как же вы не знаете? Все СМИ только и тричат, что он спас жену от бурого медведя. Я не смотрю телевизор. Но постойте. В наших лесах нет бурых медведей. А если бы смотрели телевизор, то знали бы, что есть. А я предпочитаю жить реальностью, а не слухами. И точно знаю, что в наших лесах нет бурых медведей. Но ведь правда, откуда они у нас? А я знаю, что ли? Мне сказал телевизор. Рэй, я понимаю, что для вас я сейчас неизвестный человек, но можно спросить, вы помните Ульяшу же? Она в безопасности? Ульяшу? Нет, не помню, но она в безопасности. С ней Юлия, моя жена. Хорошо, тогда я спокойна. Жалко, что вы ничего не помните. Мы не общались с тех самых пор, как я похоронила внука. О, мне жаль, что вам пришлось пережить потерю внука. Просто вы мне тоже как близкий человек. И очень жалко, что с вами случилось такое. Миссис Бетти, идёмте проверять сахар. Секундочку, я доем? Нет, 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 вам нельзя. Пока что проверяем сахар, а потом дойдите. Хорошо, Рэй, вы ещё не уходите? Можете посторожить еду? Да, конечно. А сейчас в нашей студии появится главный эксперт по бурым медведям, Александр Медведев. Не водится у нас бурые медведи. Всё это пиар-ход, и он просто хайпится. Да как вы можете такое говорить? У человека горе. По-моему, хайпите здесь вы на своих высказываниях. Студия зашла в тупик. Рекламная пауза. Не переключайтесь. Вот же пристали. А зачем было сочинять и врать про медведя? У нас их и правда нет. Откуда я знала? У меня по географии была тройка. Мамуль, я увидел свою комнату, и она такая большая. Неужели я теперь буду там жить? Да, сынок, у тебя ещё личная ванная, игровая и участок в саду. Вау, у меня никогда не было своего участка в саду. Сейчас собирайся, поедем в магазин. Купим тебе новые вещи и игрушки. Ой, Юлька, а можно я у тебя потусуюсь? Послежу за особняком, пока тебя нет. Хорошо, только никого не впускай и никому не открывай. Давай купим тебе новую одежду. Не то, не то. Вот это мне нравится. А я буду ходить в садик. Тебе не нужен этот садик, и я сама подготовлю тебя к школе. Мы будем заниматься вместе? Да, как мама и сын. Это так непривычно, но я очень рад. Давай оплатим вещи и пойдём дальше. Можешь не переодеваться. Смотри, какие красивые подушки-фрукты. Они очень милые. А какие фрукты ты любишь? Я давно не ел фрукты и не знаю. Как же так? В них столько витаминов. Понятно, почему ты такой бледный. Но ничего, я восполню твои запасы. Раньше мне нравились бананы, но я уже не помню их вкус. Мне тоже нравятся бананы. Я куплю их тебе. Посмотри, здесь есть мягкая подушка в виде банана. Она такая классная и очень мягкая. Давай купим тебе в комнату. А можно посмотреть игрушки? Конечно, они в другом отделе только. Вау, это же новые роботы. Я видел рекламу по телевизору, и они умеют говорить. А ещё у них есть пульт, с помощью которого можно ими управлять. Хочешь, я куплю тебе? Очень хочу, мамочка. Это же моя мечта. Сегодня день исполнения твоих мечт. Спасибо, мамочка, я тебя так люблю. Говори это почаще. Мне очень приятно это слышать. Хорошо, мамочка. Кстати, ты голоден? Лично я бы не против перекусить чего-нибудь вкусненького. Ага, съел бы слона. Слонов кушать не надо. Лучше купим в ледяном кафе торталеток. Здравствуйте, что будете заказывать? Можно, пожалуйста, две шоколадные торталетки? Заказ принят. Две шоколадные торталетки для милых клиентов. Приятного вам аппетита. Кушай, сынок, на здоровье. Спасибо, мамочка. Какая вкуснятина. Мне очень понравились шоколадные торталетки. Можем взять пару штук с собой. Эх, мне так никто и не помог. Я плейглала, а Юлия победила. Придется вернуться и извиниться, иначе я умру от голода и холода. Привет, ты тоже бродяга? У меня есть дом, но меня оттуда выгнали. Меня тоже выгнали, и я стал бродягой. А почему тебя выгнали? Мама меня не полюбила. Как и моя мать. Хочешь помочь заработать? Мне нужна вокалистка. Я нашел гитару, но петь не умею. О, я умею петь. Ты так красиво пела, у тебя талант. Поэтому эта зарплата твоя. Спасибо. А может быть купим молозаные? Ты правда потратишь на меня все деньги? Но мы вместе их залаботали. Какое красивое мороженое. Ням-ням-ням-ням. Очень вкусно. Согласен, ничего вкуснее я не пробовал. А пойдем в мой особняк. Юля открыла дом для сирот. Ты можешь пожить там. О, а пойдем. У тебя будет тоже дом. Сынок, выбирай любые фрукты и овощи. Я хочу клубнику и бананы. Можем еще купить молоко и сделать полезные молочные коктейли. Что скажешь? Звучит вкусно. Так, а на ужин я приготовлю тебе рыбу в сметане. Девочки, день был сложный. Я понимаю. Но хочу, чтобы вы знали, как дороги мне. Выбирайте любые духи. Я знаю, вы давно о них мечтали. Ура! Эти кикиморы обзавидуются. Да ты только используешь папу ради подарков. У него только появились деньги, а уже разоряешь. Но мне же не дарят духи твоей подружки. Потому что это не в нашем клубе. Зато не ношу эти дурацкие ободки. Мариша, Париша. Мамочка, мамочка. Вот так встреча. А мы с Василием приехали пожить в городе. Понятно. А я-то чувствую, что воздуха стало меньше. Мамуля, а у нас с папой деньги появились. Он устроился на работу. И скоро мы снова разбогатеем. Па, расскажи ей. Да-да, устроился на работу. В дом помощи детям-сиротам. Мамуля, можно я с тобой поживу, пожалуйста? Ого, конечно. Неожиданно, Маришенька. Мариш, что ты такое говоришь? Мы не обсуждали это. Она моя дочь вообще-то. И не нужно это обсуждать заранее. Прости, пап, но так будет лучше. Класс, класс. И я так рада. Теперь она уйдёт. И мы с папой будем жить вдвоём. А девочки станут уважать меня ещё больше. Ведь они узнают, что я не живу с этой чужой. Класс. И я определённо могла бы быть хозяйкой этого дома. Кого ещё принесло? Да-да, кто здесь? Забегай! Эй, вы, ребята! А вы кто ещё, тётя? Хозяйка этого дома. Ну вообще-то хозяйка здесь я. Ой, Ульяша? А кто это с тобой? А ну убивайтесь из нашего с папой особняка. И Юлька меня убьёт. Давай подастём мою мальтиху на кухне. Давай. У тебя такой большой дом. Я знаю. Вот мы и дома. Мои руки и я жду тебя на кухне. Да, мамочка. Так, а я не поняла, почему дом был открыт? Алло. Ты где? Прости, Юлька. Утюг забыла выключить и ушла. Ну и Ульяша там пришла. А она, кстати, проследит за порядком. Чмоки-чмоки. Что? Я же просила никого не впускать. А уж тем более её. Я не поняла, кто тебе разрешал входить в дом? И кого ты привела? Это мальтик тела там. А у вас благотворительный фонд помощи детям-силотам. Поэтому вы должны помочь ему с домом. Ага, ещё чего. На него же деньги придётся тратить. А я этого не собираюсь делать. Дом мне нужен для образа, не больше. То есть вы не собираетесь помогать детям-силотам? Ещё чего. Я лишь буду делать вид, а возиться с бедолагами не входит в мои планы. Поэтому, мальчик, проваливай. Ладно, Ульяш, я пойду. Подожди. Давай я дам тебе еды. Не стоит. Увидимся, если тебе не будет стыдно со мной дружить. Вы злая. Я всё ласкажу папе. А пока пойду к себе. Нет уж. Ты никуда не пойдёшь. Всё равно уезжаешь. А сюда приехал мой сын. И я не хочу, чтобы вы пересеклись. Научишь его ещё плохому. Поэтому пойдём в твой любимый подвал. Отпустите меня. До утра будешь тут. Веди себя хорошо, а то я закрою в кладовке. Но мне не нравится эта комната. Я хочу свою, большую и светлую. Я жила в этой комнате. И ничего страшного со мной не случилось. Я хочу кусать. Ты же, как говорила, взрослая. И можешь сама себе приготовить еду. Вот иди на кухню и готовь. Да, но кухня на Вилху. А мне надо тогда поняться. Нет уж. Здесь есть маленькая кухонка. Я на ней готовила. Вот и ты крутись. А на верхних этажах живёт мой сын теперь. И я. Ну и ты мой особняк тоже. Я запрещаю тебе выходить отсюда. Ещё сбежишь, а потом ищи тебя. Завтра приедет машина и отвезёт в аэропорт. Потом ты улетишь далеко-далеко в пансионат за границу. Огда хочется кусать. Ладно, я помогу приготовить еду. Но ты должна почистить картошку. Вот, держи, чисть. И без глупостей. Ну что, любимый сынок, давай приготовим вкусные и полезные молочные коктейли. Мамуль, я устал сильно. Можешь приготовить, а я посмотрю. И в следующий раз сам тебе приготовлю. Конечно, я всё сделаю из-за тебя. Почистила? Да, я так устала и сильно хочу кусать. Какая же ты неряха. Заляпала весь пол. А что, мыть я буду? Взяла швабру и помыла. Ну можно я сначала покусаю? Положи картошку и иди за шваброй. Мамуль, я хотел конфеток и случайно просыпал на пол. Эдвард, сынок, ну что ж такое-то. Ты устал просто. Я всё подмету. Отдыхай. Кстати, твоя рыба в сметанном соусе готова. И я старалась для тебя. Спасибо, мам. Очень вкусная рыба. Давай теперь тарелочку и допивай свой коктейль. Отнесу посуду прислуги. У нас есть прислуга на испытательном сроке. Скорее всего, уволю её. Не путёвая девчонка. Помыла пол? Да, можно её покусаю? А кто сказал, что я заготова? Её ещё приготовить надо. Ну вы сказали, что помозите. Вот помоешь посуду? Тогда помогу. Я помыла. Поставь. Так, ну хорошо, сейчас отварю твою картофелину. А можно кетчуп? В твоём холодильнике нет кетчупа. Но он есть на вилху. А ты туда нос свой не суй. Бери то, что есть здесь. Здесь только соль и перец. Ну вот и посоли свою картошку. После солёной колтошки хочется пить. Налейсь под краном. Там нормальная вода. Тебе ещё что-нибудь принести, любимый сыночек? Можно попить, мам? Конечно. Что будешь? Чай, какао, сок или приготовить ещё вкусный коктейль? Можно мне простой воды? Сейчас налью самую чистую воду. Она забыла закрыть подвал. Это мой санс добраться до комнаты и взять свой телефон. Ой, а где моя комната? Эпизода с танкутой подвал не T. Это мой санс добраться до комнаты. Эпизода с матом. Продолжение следует...